Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы С чем связано явление демонов во сне и как с ним бороться? Ну, знаете ли, не будем считать, что все наши сонные бредни, в том числе демонического содержания, это уж прямо есть и явление демонов в наших снах То, что привиделось во сне, есть всего лишь бред нашей способности к воображению Сон не является отменой И когда спит разум, активно функционирующий при бодром состоянии, тогда этот сон разума рождает чудовище И бывает так, что человек видит и непотребства, и демонические образы И все это не снаружи к нему приходит, а изнутри его собственной способности к воображению является Стиль Феофан Затворника называл способность воображать что-либо самой чернорабочей способностью души Она сама по себе не является какой-то благодатной областью, в которой что не явилось, то и от Бога Например, если вы во сне видите ангелов и самого Господа, и святые вам являются То успокойтесь, никто к вам не является Это видимые нами в житиях некоторых великих святых явления во сне, в тонком сне или в реальности При бодрствовании святых явления составляют совершенно особую благодатную область Богом устроенных сверхъестественных явлений, которые приличны для духовных гигантов Которые сообразовываются со святым расположением тех людей, кому являются во сне или наяву те реалии духовного мира, о которых мы говорим Но то, что видится нами в сновидениях, это порождение нашего собственного воображения Поэтому в разговоре о снах и их значении святитель Иоанн Златоуст советует прийти к самому простому утверждению Тогда как хочет человек в разговоре с другим подчеркнуть неосновательность доводов или образов, представляемых собеседником Он говорит, что это все сон Таким образом, самое номинование сна сном расставляет все точки над И И значение явлений в этих снах, демонических или, напротив, кажущихся нам благодатными, есть всего лишь наши мечты А мечтам свойственно, с одной стороны, отражать то, чем душа живет, то, чем она питается Поэтому совсем не печально для нас видеть какие-то добрые и церковные в своем сне напоминания И напротив, наше нечистое расположение души и содержание нашего воображения в нашей дневной жизни Находят иногда и негативные отражения в сонных видениях И мерзко, и есть в чем каяться Скажете, не я виноват Я спал в то время, как мне привиделась соседка, к которой я совсем нескромными намерениями подкатил И нечто даже успел осуществить Очнувшись, я подумал, слава Богу, что это было только лишь во сне Но, тем не менее, сами эти образы, может быть, вовсе не случайно пришедшие к вам в сонном безмолвии и безрассудстве Отражают, может быть, неполную чистоту, в которой пребывали вы и в бодром состоянии Проходя мимо той самой соседки, к которой вы уже в нечистом видении своем уж слишком приблизились Так что есть в чем покаяться Не потому, что лично вы согрешили, будучи в бессознательном состоянии А потому, что эти пришедшие не без вашей вины образы стали причиной некоторого омрачения души Причиной последующих нечистых воспоминаний Если вы вновь обращались к этому сну, а не забыли его тотчас после его видения Поэтому существуют даже и правила, которые используют монашествующие от ночного сквернения Которое читается после того, что нечистая и скверная Иногда и приведшая к какому-то ночному стечению, сквернению так называемому, имела место Так что не надо всерьез бояться этих наваждений И тогда, когда они демонические во сне Не надо обольщаться какими-то сновидениями многообещающими и кажущимися благодатными Все это всего лишь бессознательное отражение нашей способности к воображению И потому будем со вниманием исполнять вечерние молитвы Стремясь прийти душой своей в мирное устроение Прежде погружение в это подобие смерти ночной сон Очень важно для современника научиться здоровому образу жизни У тех, кто очень заботится о своем здоровье Это относится к каким-нибудь общим кумирам спортивным или эстрадным Находясь под особым наблюдением врачей Большинство из них следует очень жесткому повелению За полтора-два часа до сна полностью освобождать свою душу От влияния интернета или телевидения Для того, чтобы сон был тихим, мирным И действительно становился для человека способом возвращения сил для дневного служения Некоторые считают, что хорошо уснуть в обнимку с гаджетом Насмотревшись каких-нибудь видосиков или новостей Не говорю уж откровенно, скверного или демонического Но именно вот эта вечерняя замена вечерней молитвы Вот этим ядом душевным становится причиной того, что сон не в отдых, а в помрачении И в повреждении оказывается человеку Потому устанавливая в своей жизни навык регулярной вечерней молитвы Чтение Священного Писания, Нового Завета Мы устроим свою душу так, чтобы она и в ночном безмолвии Наслаждалась бы созерцанием путей Господних Или, как еще краше, свидетельствуется в книге «Песни песней» Соломоновых «Аз сплю, а сердце мое бдит» То есть оставаясь в каком-то таинственном и молитвенном пред Богом предстоянии Это уже для тех, кто усовершенствовался в молитвенном хождении Ну а нам, во всяком случае, иметь в виду вот эту цель И понемногу к ней приблизиться вполне возможно Если и мы прежде сонного безмолвия будем приводить душу свою в порядок вечерней молитвой Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok